Главная победа! Подождите, а жизни людей, солдат, это не важно, гибнут огромное количество солдат и офицеров. Так победу мы никогда не добьемся вообще от пола. Мы являемся добровольческим отрядом за Российской Федерацией, призванным, получается, оказать помощи действиям на территории Луганской Национальной Республики. Все ребята изъявили желание принять участие в специальной военной операции. По прибытию на территорию Луганской Республики местное управление использовало личный состав не по назначению, соответственно, без соответствующей подготовки выпускали на линию фронта, без какого-либо взаимодействия с вооруженными силами Луганской Национальной Республики и Народной Милиции, в том числе. На данный момент мы вернулись на территорию Российской Федерации. Какой-либо помощи от руководства нет. Люди живут в разных регионах, в том числе на самых крайних ее отдалениях, скажем так. В том числе на Дальнем Востоке, Архангельское облачь. В общем, скажем так, отправляли людей просто на убой. И все так просто, как нам говорят, что побегу, там, значит, победа, вот-вот-вот, сейчас ничего подобного. Нужно понимать, что ситуация на фронте продолжает быть тяжелой. Гибнут огромное количество солдат и офицеров. Штурмом. Они штурмуют. Мы можем в ладошки хлопать. Ура, то, взяли село, второе, третье. Не понимая, какой кровью это было все взято. Кто-то говорит, что, слушайте, главная победа. Подождите, а жизни людей, солдат, это не важно. Одели сейчас патриотические одежды и кричат. Вперед, вперед. Так иди, собака, сам вперед и своих сыновей возьми. Так победу мы никогда не добьемся вообще от повода. Добьемся, что берем огромной кровью наших товарищей боевых. Тот же самый Харьков, это город в миллионе. И вы думаете, что они сидели сажа руки? Они построили высокоэшелонированную оборону до Киева. Я в этом уверен. Вы знаете, я долго молчал. Я долго пытался достучаться до разных кабинетов, людей. Но я вижу, что до некоторых людей можно достучаться только широкой оглаской. И последней каплей, которая переполнила чашу моего терпения, стали события в районе Белогоровке, где из-за глупости, я подчеркиваю, из-за глупости российского командования была сожжена как минимум одна батальонная тактическая группа. Возможно, две. Как минимум одна. И те данные, которые сегодня распространяются уже в том числе и некоторыми российскими военкорами, они правдивы. 73 единицы техники, полный комплект одной батальонной тактической группы полностью уничтожен в районе Белогоровки. Причем, судя по тому, как это все происходило, наступление в этом районе было организовано не просто из рук вон плохо. Оно было организовано преступно плохо. Ну и с нами уже есть Александр Коваленко, військово-політичный глядач группы «Информаційный спротив». Пане Александре, вітаємо. Вітаю. Как вам цей удар по Гудермесскому, цьому институту Путіна? Непогано. Тем более, что, в принципе, мы уже видели, что наши дроны могут стягать отстани 2,5 тысячи километров. Но именно по Чечне это удар первый, и особенно это важно в плане психологического тиска на самого Кадирова, чтобы он понимал, что он не в каком-то безопасном регионе, на самом деле, находится, куда не можно дотягнуть себя. Ну, а второй момент, это то, что в этой буднике произошел рекрутинг найманцев, и они там и находились, російськие найманцы, которых они не берут из других стран. Близького схода, например, Центрального Азии и так далее. Отже, удар не просто так произошел, потому что, ну, такая стоит собі будни, которая может достаточно легко спалахнуть. Что ж, давайте повернемося до наших справ на фронті. И я бачу, что дуже багато медиа-закордонных зараз приділяють увагу саме північно-корейским військам в Украине. Більше того, мы бачим, что делегація из Повденної Кореи має відвідати Украину. Власне, это представники розвитки, которые хотят объединяться данными. И очень-очень серьезно принимают ситуацию. Блумберг в самом деле пишет, что участь Повденної Кореи фактически в войне російсько-украинской – это поворотный момент, який Захід просто не может проигнорувати, и вариантов, насправді, не так и много, как отреагировать. Как, на вашу думку, який вариант может выбрать, врешті-решті? Я навіть очікую реакції не стільки від Заходу, ну що може Захід зробити? Відправити свої військові у відповідь, щоб вони воювали на території України за українські війська? Ну звісно же ні, в якому разі це не відбудеть. Хоча б надали дозвіл нанесенню ударів по територію Російської Федерації далекобійної зброї. Це вже буде хоч щось. Я більш очікую реакції від Південної Кореї. Від Південної Кореї реакція може бути, по-перше, це делегація, яка до нас приїжджає, це вже, ну воно було передбачено, про це говорили ще набагато раніше, що нам потрібна інформація щодо Північної Кореї. І це пов'язано з тим, що в нас взагалі не приділялись уваги цієї країні. Вона не просто для нас була закрита, вона була нецікава. Вона банально була до 2023 року взагалі нецікава. Ми нічого про неї не знаємо, ніякого конкретного. Все, що ми знаємо, ну це так, просто на поверхні, поверхня океану. А щодо того, хто краще знає, це південно-корейський спеціаліст. І саме від них потрібна інформація, як про внутрішньополітичний устрій Північної Кореї, склад армії, можливості армії, потенціал, клани, проклани також дуже цікаво. Бо здається, що там все під контролем Кімчинина. Насправді ні. В Північній Кореї відбувалися дуже цікаві події протягом 10-річ, які пов'язані також з внутрішньою конфронтацією між впливовими, скажімо так, персоналіями. І це все нам цікаво. Ну і другий фактор також дуже важливий від Південної України. Не забуваємо, що це одна з найбільших країн, країна з одним з найбільшого військово-промислових комплексів. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.